В прошлом, в 2018 году, выпустил ролик «Зачем кроссовер в мегаполисе?», будучи обладателем Kia Sportage полноприводной версии. И под роликом образовалось множество комментариев, как тех, кто на своей девяточке везде проедет, так и тех, кто, в общем-то, согласен с преимуществами полного привода даже в условиях города. И теперь назрела вторая часть подобного ролика, так как я, пересев на кроссовер с моноприводом, так называемым 2WD, смог расставить точки над «и» в этой теме, ну, по крайней мере, на своем субъективном пользовательском опыте, и, в общем-то, поделиться этими выводами. Итак, вводные данные, что мы имеем. Автомобиль Nissan X-Trail T32 2018 года выпуска, передний привод 2WD, двигатель 2-литровый, 144 л.с., крутящий момент 200 Нм, резина Continental Ice Contact 2, шипованная 2018 года выпуска, производство «Россия». Ну, а также имеем типичную российскую зиму, центральной полосы, с, в кавычках, идеально чистыми московскими дорогами. И так по порядку. На слабо заснеженной дороге, с небольшой наледью, автомобиль в целом ведет себя уверенно. Простые бордюры поддаются довольно легко, а небольшой сугроб, типичный для зимних московских дворов и парковочных мест, в большинстве случаев поддаются без особых проблем. Ситуация быстро меняется, когда попадаешь в более плотный и мокрый сугроб, пусть даже не очень высокий и не всеми колесами. Машина моментально закапывается, и продолжать движение по той же траектории становится чревато. Не помогают никакие выключения-включения ИСП и так далее. ИСП и так далее. Очевидно, что не задумываясь форсировать такие дорожные условия, гораздо комфортнее на кроссовере с полным приводом. Ну, по крайней мере, я на своем опыте Kia Sportage хорошо помню схожие ситуации и схожие сценарии, в которых я попадал. Естественно, можно быть тем, кто и на своей девяточке здесь проедет. Но мы же говорим про комфортную эксплуатацию авто, чтобы не задумываться о том, как где-то проехать, где-то припарковаться и так далее. При заезде на небольшой уклон, на глаз около 15-18 градусов, по плохой снежно-ледяной дороге, кроссовер даже с моноприводом справляется довольно неплохо. Хотя почему-то бытует мнение, что из-за большего веса, в отличие от легковых собратьев, моноприводный кроссовер должен сильно страдать. Я этого не заметил вообще. Что касается ускорения с места, то тут, конечно, очевидно отставание. После полноприводного кроссовера это сильно ощущается. И забыть правильные, ну или лучше сказать, комфортные ощущения при разгоне зимой у меня никак не получается. Пара слов о резине Continental Ice Contact 2. Показывает себя хорошо, хотя принципиальных различий от предыдущих Ecopelite 7 SUV я не заметил. Разве что контик, ну, чуть-чуть шумнее. В то время как характеристика зацепа с дорогой одинаково хорошая, ну, с разницей на уровне погрешности, незаметной обычному пользователю. По крайней мере, я эту разницу сильно не заметил. Какие можно сделать выводы на собственном пользовательском опыте на тему 2WD против 4WD кроссоверов? Конечно, моноприводный кроссовер для города вполне достойный выбор. И я не понимаю людей, которые упираются с вопросами, зачем покупать кроссовер 2WD. А очень просто. Затем, что как ни крути, даже в условиях отсутствия полного привода, эта машина на ступень универсальная любого седана. Особенно для семейных людей с детьми. Но это очередный факт. Опять же, моноприводный кросс, в отличие от полноприводного, имеет несколько меньший расход топлива и стоит дешевле полноприводных аналогов на старте. А в перспективе еще и полное отсутствие возможных проблем с раздаткой, с лицевыми соединениями, как часто бывает у корейцев, известная тема. И в этом тоже есть определенное эстетическое удовольствие, когда исключаются дополнительные траты на авто. И, в общем-то, подобный кроссовер при спокойной городской эксплуатации будет почти везде проезжать, парковаться и неспешно довозить из точки А в точку Б. Но, опять же, при спокойной эксплуатации, хочу подчеркнуть. Но, безусловно, эстетического удовольствия от езды на полноприводном кроссовере зимой несколько больше и с этим нельзя поспорить, это очевидно. В общем-то, все упирается в бюджеты и потребности каждого человека.